здравствуй зритель канала соскар с вами александр в этом видео разберем надежность кофе-машин компании не бона джура юра и старого сименс или bosch глаза уже можете открыть уши тоже рот мне закрыть или открыть буду решать я так сварим кофе а а а а а а а а а нет а а а а что же здесь не так конечно у нас предупреждал что этот аппарат больше предназначен для заваривания чая либо доширака заварочник на базе bosch вот я вам ставлю две точки смотрите как прогибается видите трещина также вверх прогибается верхний поршень имеет трещину пластик по 66 так вернемся к сименсу тоже заварочник bosch здесь перекладина так она более прочную круга заварочник целый трещин нет а что у нас есть стенка алюминиевая металл дает особую прочность конструкции клапан сброса за стенку снизу мы видим есть такой вот успокоитель который одевается на клапан сброса вернемся к неволь вернемся к неволь стенка пластиковая есть съемный кожух стенка пластиковая вот живность вот живность для клапана сброса успокоителя здесь уже нет только трубка резиновая надета здесь что происходит при отсутствии успокоителя здесь образуется зелень на контактах также посмотрим снизу здесь образуется тоже зелень то есть расстояние очень большое клапана сброса до до поддона часто порой здесь бывает зелень поэтому не видит поддон клапан сброса раньше был такого типа либо белый либо черный пластик толстый а написано имеет две манжеты один здесь уплотнитель один вот здесь современный клапан сброса уже имеет одну резинку только здесь манжету только здесь пластик очень тонкий п.а. 66 сравниваем п.а. на старых две манжеты распределяет равномерную нагрузку в корпусе клапана сброса здесь одна манжета нагрузка увеличена пластик более хрупкий также есть рычаг рычаг может быть и белый есть три лапки которые тоже ломаются плюс конструкции что можно не разбирая кофе-машину снять клапан сброса снять пружину нацепить шланг вытащить клапан сброса заменить для мастеров удобства взглянем что внутри кстати бак одинаковый сименсом губка на кофемолке для тихой работы если сравнить с юрой здесь нету губки но кофемолка одинаково имеет защиту механическую камней так что мы видим плата плата размещена внизу под шлангами если где-то будет утечка какой-нибудь резинки если они черные это будет гораздо быстрее происходить утечки в любом из этих мест у него он и очень много соединений штуцеров переходников можно было решение сделать более продуманными убрать лишние соединения как мы видим здесь есть уже налет ржавчины то есть где-то пропускает уже хоть и у кофемолки есть механическая защита от камней но компания невона делают плату с ухудшением семестров и либо управляющие ноги это резисторы и другими транзисторами более низкими по ватам то есть по силу тока они быстрее сгорят семестры чем кофемолка что дальше устройство bosch заваривание механизм который вращает заварочник имеют микрики присутствие заварочника верхнее положение заварочника у него он и получается открытие пара и воды происходит с помощью мульти клапана 7 это вручную происходит сам пользователь открывает плата всех кофемашин не имеет лака случае утечки плата погибает у компании фирмы юра плата находится с другой стороны и закрыта кожухом управляющий панель также стоит здесь с левой стороны у сименса то же самое панель управление слева и плата размещена также рядом но близко также более здесь более 1 у сименса 2 экран у него на находится возле кофейного тракта что порой может перегореть светодиод либо выйти из строя управляющие микросхемы так что у нас еще видео вставлю как устроить диспенсер у него на все это там все разбирается с куча болтов такое увесистое дело погнали кот тихо а 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 очки сниму ничего не вижу мы видим ой наверное это парашина а а фонарик сейчас дайте ка а что мы видим ждите сейчас вернусь я приготовил вам блин буду накрывать стол давайте о схеме очень часто чистили кофемашину схеме вкуснее кстати пикантный вкус аромат особенно любит про вкусовые качества рассказывать канал как дом перфекта как-то там так называется какой-то там андрей сказаний канал youtube вот параша пусть он вам покажет что такое него на сравним у юры диспенсер кофе у всех заварочников идет по одной трубке потом переходит успокоитель здесь это вот такой трубочка такая и уходит уже вставляется диспенсер здесь диспенсер пускает диспенсер имеет сверху прорези для того чтобы атмосферное давление проходила и не давала здесь застояться кофе у него ны заглушен мир когда кофе проходя по трубке с большим напором а давление у аппарата по 16 бар кофе и разбрызгивается и некоторые брызги и капельки попадает по стенкам и даже наверх у него ны попадая на верхней стенке капельки висят после промывки схеме химия впитывается в эти большие капли и потом уже опускается вниз и падает в чашку схеме у юры или у старого семенса bosch загрязнения не происходит то есть отравление человека не будет у него на и современный bosch сименс мили происходит загрязнение диспенсера где-то на 300 чашки при первой чистки автоматической чистки от кофейных жиров и так теперь понятно вам должно быть с этого видео что компания невона очень выгодно для продавцов для завода для мастерских так как есть чему ломаться и часто будет ломаться завод будет рад еще еще раз продать вкусовые качества теряется на 300 чашку это означает что человек долго не будет пользоваться но особо упоротые клиенты которые покупают такие аппараты они думают что заплатили много денег это сто тысяч больше что они думают что здесь все хорошо пока аппарат весь в грязи и не погибнет он так и продолжает пользоваться травить себя дальше либо потом продает и покупает снова это же встает на те же грабли с вами был канал соскар александр берегите себя и своих близких пейте чай пока